День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Болтком. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Ну что же, действительно понедельник, и мы приветствуем в нашей студии врача-психиатра-психотерапевта Ариэля Резника-Мартова. Здравствуйте. Добрый день. И, как обычно, мы готовы принимать и ваши звонки 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, для того, чтобы диагноз недели был, ну, можно сказать, таким обсуждаемым. И действительно, можно строить такой консилиум вашей истории, вашей, может быть, какой-то жизненный опыт на заданную тему. Мы всегда с удовольствием примем как в прямом эфире, так и позвонив, отправив смс на номер WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Вы можете тоже, ну, свои какие-то замечания, предложения, вопросы, комментарии нам присылать. Это все обязательно прозвучит в эфире. Ну, а сегодня понедельник, ну, утро для кого-то, наверное, раннее, для кого-то уже позднее, утро понедельника. И, конечно, мы все не очень любим этот день недели, потому что, расслабившись после выходных, конечно, приходится возвращаться в эти рабочие будни и огромное количество встреч, звонков, несделанных, отложенных дел. Отчего мы боимся суеты? Вот я понимаю, на эту тему сегодня мы и поговорим. Да. Прежде чем мы перейдем к этой теме, я хочу сказать, что вчера я лишний раз убедился, как популярна наша передача. Солнечным воскресным утром я вывез маму в салу-корсты к морю, подышать воздухом. На море был ровно один человек, было холодно, был ровно один человек, который загорал в шортах в эту холодную погоду. И именно этот единственный человек оказался слушателем нашей передачи, который сообщил, что с удовольствием слушал наши прекрасные передачи, это я его цитирую, пока не выяснилось, что я продался кому-то, потому что я агитирую за вакцинацию, что я сторонник вакцинации, и это еще я продался, что я подвожу простых людей, что я сбиваю их с пути истинного, заставляю страшные действия и так далее. Заметьте, на пляже всего один человек, и тот слушал нашу передачу. Значит, мы популярны. Это радует. Сто процентов посетителей пляжа слушают радио «Балком». Прекрасно. Да, хороший слоган. Да, ну и все-таки вот почему мы боимся суеты? Мы не просто боимся суеты. Во-первых, не все мы, конечно, но у психологов есть такой… Вообще, у людей склонных к научному мышлению для всего есть научное название, термин. Наверное, многие из вас замечали, многих раздражает, когда рядом сидит человек, который, ну, допустим, беспрерывно качает ногой, или барабанит пальцами по столу, или бесконечно ходит туда-сюда по комнате, или грызет ногти, или делает какие-то мелкие повторяющиеся движения. Вот оказалось, что у этого явления есть название. Называется оно «мизокинезия». «Мизо» – это значит «ненавидеть», и «кинезия» – слово «кинезия» – «движение». То есть ненависть к движению, ненависть к мелким повторяющимся движениям. Ну, с другой стороны, если мы летим в самолёте, а сидящий сзади ребёнок вот методично пинает наше кресло ногой, это вряд ли кому-то понравится. Это немножко другое. Когда ребёнок пинает на чужое кресло, или наше кресло, у нас разная реакция на это, скорее всего. Интересно, что исследование всего этого началось с того, что одному из авторов психологов, его жена или его девушка сказала, что её безумно раздражают его суетливые движения. И он, как человек с пытливым научным омом, заинтересовался. В итоге это привело к большому исследованию с вовлечением четырёх тысяч человек, что немало, на тему, насколько людей раздражают эти мелкие движения. Оказалось, что раздражают они, по-моему, каждого третьего очень сильно. Причём диапазон чувств, вызываемых у людей, от лёгкого раздражения до ярости, ненависти и отчаяния. Это звучит достаточно убедительно. Кроме того, мизокинезия часто оказалась, но не всегда, связана с мизофонией, то есть к раздражению из-за повторяющихся звуков. И это нас заставляет задуматься как минимум о двух вещах. Один вопрос – почему вообще люди склонны к этим мелким суетливым движениям, повторяющимся? Второй вопрос – почему другие люди так бурно на это реагируют? Ну, казалось бы, от того, что человек ходит по комнате, помните, я ровню с пись легким паром, когда главный герой собрался жениться, он подумал, как будто передо мной ходить по комнате, туда-сюда, 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 взял и передумал, и решил не жениться. Наверное, что-то общее. Что за чувства? У одних вызывает движение, у других – ненависть к этим движениям. Причём я подозреваю, и меня каждый же встречал, когда человек склонный к суетливым движениям, точно так же раздражается на чужие суетливые движения. Давайте, ну, что такое суета для начала. Вот у вас, Олег, какие ассоциации вызывают слово «суета»? Суета вызывает сразу ассоциация летним днём, муха, которая не может найти себе места, она присядет тут же, взлетает куда-то, и вот она перед твоими глазами мелькает туда-сюда, и при всём уважении к другой, чужой жизни, хочется её прихлопнуть. Вот. Даже муха раздражает. Окей. Суета на самом деле – это явно, в первую очередь, движение. Суетящийся человек в себя движется, суетливый человек, который что-то бросает, хватается за другое, перекладывает какие-то вещи, он находится в бесконечном движении. И потом суета, она же ещё и, насколько мы в русском языке, перекликается с понятием некой тщетности. Суетность есть такое выражение. Суетность – это такая вот мелкие незначительные вещи, на что мы тратим свою жизнь. Как сказано в Библии, суета – сует. То же самое. То есть, как мы, оказывается, понимаем, слово «суета» раздражает ещё с библейских времён. И я понимаю, что всё-таки оттенок она несёт, при том, что человек что-то делает, он суетится, он совершает какие-то движения, всё-таки толку от его активности очень мало. Да, суета обычно неплодотворна. Человек что-то целеустремлённо делающее, или человек, как нынче модное слово, мультитаскинг. Человек одновременно делает несколько разных вещей, но они обычно, если они продуктивны, его никто не звёт суетливым. Суета – это бесконечная какая-то затрата энергии, куда-то впустую, в бесконечные мелкие движения. Метание, колебания и так далее, и так далее. Какие, как вам кажется, я не буду вопрос задавать, какие мысли к нам приходят о суетливом человеке? Какой это человек? Ощущение такое, что это… Ну вот сразу возникает ощущение недалёкости человека, который действительно зря тратит своё драгоценное время на что-то, и возникает ощущение неуверенности его в своих действиях, потому что обычно суетливо мы начинаем, не знаю, искать пропавшие документы, когда мы в перепугу… Ну вот не то, чтобы проверить спокойно там один карман, он может быть у меня или в кармане этот документ, или во внутреннем кармане, или в сумке. Человек начинает метаться по дому, переворачивает всё, то есть вот ощущение паники какой-то, правильно, паники. Суета – это неспокойство, спокойный человек делает что-то размеренно и целеустремлённое, или вообще сидит в спокойствии, суета – это беспокойство, это отсутствие спокойствия, это бесконечное движение. То есть суетливый человек, в первую очередь, неспокойный человек, тревожный человек, беспокойный человек. То есть обычно, вот если представим человека, который сидит вот нервно барабанит пальцем по столу, явно видно, что человеку неспокойно на душе, явно видно, что он почему-то это делает. Или человек, который ходит взад-вперёд по комнате, или перекладывает бумаги на столе. У меня сразу возникает ассоциация, эпизод из сериала «Хождение по мукам», когда Рощин, он заброшен к белым, и вот он сидит, и он покачивает ногой, и сидящий рядом, боже мой, у меня вылетела из головы фамилия, но его как бы женатый на второй сестре, всё это родственные связи, сначала говорит ему раздражённо «прекратите качать ногой», и вдруг они смотрят и узнают друг друга, и Рощин-то почему качает ногой? Потому что он волнуется, он боится. То есть это выдаёт его как бы какое-то нервное напряжение, что он среди чужих, и если он будет разоблачён, и когда он уходит и понимает, что тот его не выдаст, он ему говорит «спасибо», и встаёт и выходит, что тот его не сдал. – Но у него вот просто я сразу вот в какой-то вспомнил, именно вот это вот нервное качание ногой, которое выдаёт его какое-то внутреннее напряжение. – Четыре были стихи. Кто-то пел, другой молчал, Николай ногой качал. Вот и Михалков или кто. Так вот, суетливый человек, тревожный человек. И есть такое выражение – канализация тревоги. То есть тревога, которую человек и переполняет, она настолько повышает этот уровень напряжения, что можно начать двигаться. У меня сразу ассоциация – старые чайни, ещё не электрические, или кастрюли, где от пара крышка дребезжит, подпрыгивает. Мне кажется, очень удачная ассоциация. Именно то же самое. Вот этот пар тревоги, напряжение тревоги, которое человек и переполняет, начинает дребезжать крышка. Начинается движение. Пара заставляет двигаться, он находит вот крышка, подпрыгнула, пар вышел через эту щель, и на какое-то время наступило снятие напряжения. – Меня, очевидно, хотят поправить. Это был Телегин, нервничал, качал ногой, а Рощин его не сдал. То есть я вот как бы так вот вспомнил этот момент. Телегина играл как раз-таки Юрий Соломин, а Рощина играл, ну, актёр, который… Просто я вижу, что мигает. Это вот спасибо, что, очевидно, вы хотели меня поправить. Так вот, очевидно, переполняющая нас тревога, если мы сидим в покое, она в буквальном смысле слова не находит выхода. А что такое переполняющая нас тревога? Это напряжение эмоциональное, и, в общем-то, напряжение эмоциональное – это дальше и цепочка физиологических реакций. Это может повышаться и кровяное давление, и выброс определенных гормонов и так далее. То есть это реакция, требующая от нас сбросить напряжение, то есть начать двигаться. И двигаться может, как можно сказать, как угодно, начиная от качания ногой, кончая перекламе предметов, бросание одно, бороться за другое. То есть главное… Главное не победа, а участие. Тут то же самое. Здесь нет ни о победе, здесь не о смысле, здесь об участии, о действии. Лишь бы какое? Лишь бы чем-то себя занять, лишь бы во что-то обратиться. И даже эти мелкие действия, они тоже отвлекают наше внимание от неких внутренних тревог, переживаний и тому подобных вещей. И понятно, почему возникает суетливость. Почему в Библии говорится о суете-сует? То есть предельной суете, то есть предельный бессмысл, предельно напрасно потраченном времени. И это и есть напрасно потраченное время. Более того, но если мы о слове «суета» будем говорить несколько расширенно, люди встречаются с кем-то, лишь бы занять время. С людьми, которые вовсе не нужны и не важны. Люди находят себе мелкие занятия, особо их не интересующие. Люди пытаются как угодно наполнить свое пространство, чтобы не оставаться наедине с своими мыслями и действиями постоянно эту тревогу пускать наружу. Семечки? Может быть, тоже какой-то... Ну, я думаю, есть люди, которые просто любят семечки, а есть люди, которым семечки – это удовольствие. Не всегда есть семечки – это суетливо. Теперь давайте задумаемся о другой стороне. О людях, которых те самые суетливые люди раздражают. И тут мы, как у нас часто это бывает, упираемся в такой старый добрый психологический механизм защиты, который называется проекция. Когда нас в ком-то что-то очень раздражает, то, скорее всего, стоит прислушаться к себе. И очень часто то, что раздражает в других, мы находим в себе. Просто нам в себе это как-то не очень приятно признавать. От этого хочется отвлечься. И мне кажется, ровно та же ситуация. Мы в планете можем представить человека, который увидел рядом кого-то качающего ногой или вертящего что-то в руках, посмотрел, я отвлёкся и занялся дальше своими делами. Смотрел в окно, я читал книгу, все в своих мыслях. А кого-то это задевает очень сильно, как мы уже говорили, от простого раздражения до ярости, ненависти и отчаяния. То есть, почему-то человек откликается. Почему? Я уверен, что люди, в которых это откликается, это люди настолько же тревожные, насколько суетливые люди, которые вызывают у них раздражение. То есть, вот эта нервная суета напоминает о собственной тревоге. Есть такое понятие, я думаю, это очень интересная тема, но когда-нибудь посвятим отдельную передачу, это понятие зеркальные нейроны. Это клетки головного мозга, которые отвечают за отражение восприятия чужих действий. Подражание чему-то, отклик на что-то, вот отзеркаливание. Чужие действия отражаются в этих клетках. И говорят, что здесь зеркальные нейроны точно так же задействованы. Вот эта чужая суета отзеркаливается в другом человеке и вызывает в нём абсолютно зеркальную реакцию. То есть, возможно, тоже то самое раздражение, которое в ком-то выплёскивает через суетливые, бессмысленные движения, в человеке, который за этим наблюдает, вызывает тоже раздражение, но он его не выплёскивает уже. Он не начинает зеркально стучать пальцами или качать ногой. В нём просыпается то самое хорошо знакомое чувство тревоги и дискомфорта. И, наверное, по степени ответной реакции мы можем измерять каков же запас тревоги в самом человеке. То есть, лёгкое раздражение оно, наверное, характерно многим, когда я, ну, что-то мельтешит и отвлекает тебя. А вот ярость, ненависть, а ещё и такое мощное чувство, как отчаяние, это уже намного серьёзнее. То есть, я думаю, человек, в котором чужая суетливость вызывает такой невероятные силы отклик, это человек, которому срочно стоит прислушаться к себе и задуматься, что меня так раздражает, и что мне с этим делать. То есть, на какую почву в кавычках благодатную падают семена чужой тревоги, что вызывают такой бурный рост собственной тревоги. Звонок? Да, у нас вот названивается кто-то. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса. Я хотела сказать, что вот для неё пример. У меня подруга, она постоянно что-то теряет, куда-то засовывает. К ней приходишь, что-то спросишь, она начинает судорожно искать, бегать там всем, причём без всякой методики. просто бегает и ищет. Я её пыталась привести к порядку, у меня ничего не получилось. Раздражается больше она на меня, чем я на неё. Но вот интересно, что у неё с телефоном то же самое. Она так же судорожно, так же суетливо тычет кнопки, она не может ничего найти и кончается тем, что ладно, покажу в следующий раз и тому подобное. А сколько подруге лет, Лариса? Что? Сколько подруге лет? Так, ей 61 или 62. То есть вполне себе не старая женщина. Ну да, в принципе да, вот именно что не старая женщина. То есть не должно быть. Но вот у неё, я не знаю, то ли характер, то ли что. И меня это не то, что раздражает, а просто стараюсь поменьше её что-то спрашивать и просить. Потому что если дома, она опять начинает бегать искать, а по телефону опять судорожное нажатие кнопок. Спасибо. Спасибо. Лариса, наш преданный слушатель, всегда, кстати, ни разу не помню Ларису ни одного бессмысленного звонка. Всегда толковые комментарии, за что вам большое спасибо, Лариса. Да, прекрасное описание. То есть, как только человеку нужно что-то делать, его тревога так переполняет, что любые его действия становятся хаотичными. То есть, хаос, хаос, бессмысленно только, не могу найти, не могу ни на чём сосредоточиться. Что ещё всегда является побочным эффектом такой тревоги, это отсутствие способности концентрации. Тревога стоит бесконечно двигаться, причём не только физически, мысли перескакивают с одной на другую. Я часто замечал, что тревожные люди говорят, у меня, наверное, доктор, что-то с памятью. Я стал хуже запоминать, я стал хуже концентрироваться, возможно, вроде ещё возраст не тот, неужели уже такие сосудистые изменения, ранний атеросклероз и так далее. Я говорю, что, конечно же, скорее всего, нет. Просто, когда вы находите в бесконечной тревоги, когда вам неспокойно, чтобы что-то запомнить, нужно спокойствие, нужно сосредоточение, нужно вслушивание и понимание. А когда вам всё время беспокойно и мысли перескакивают на самые разные темы, а если есть ещё какая-то глобальная тема, которая вас особенно тревожит, тревога всегда находят все точки приложения, неважно, это может быть работа с гиперответственностью, это может быть здоровье, там, назовём это, мнительностью, когда любой мелкий симптом вызывает страх, это может быть порядок дома, и тревожные люди, которые десятый раз протирают стол или ползор, нет уже так ни одной пылинки, но никогда этого недостаточно. И это та самая суета, которая снова и снова действует на окружающих. Ну вот суета и паника, ни одно, вот в чём разница, потому что известно, что люди в панике тоже совершают хаотичные суетливые действия, не могут сконцентрироваться, я никогда не забуду, вот когда к нам приходил на интервью бывший уже пожарный, который рассказал примечательный случай, что когда у него в доме, ну вот он уже не работал, но всё равно вот он начал, ну вот началось возгорание, он бросился, схватил, какой-то кувшин стал заливать, и хотя он потом спокойно, спокойно говорил, ну у меня же был вот огнетушитель стоял, то есть я просто про него забыл, то есть вот это состояние паники, оно сразу же, ну то есть он приводил пример, что людям очень тяжело во время пожара действовать рационально, что иногда мы говорим, ну как так, они могли там побежать не туда, но они же прекрасно знали, что выход на другую, но он говорил, что вот всегда нужно учитывать, что состояние паники, оно очень сильно людей дезориентирует, и их действия часто становятся нелогичными и хаотичными. Напомнил историю, я когда-то очень любил в детстве книжку Ханс Фаллада «У нас дома в далёкие времена», книжка о детстве, очень хорошая книга, любому человеку рекомендую, там тоже описываем пожар, и все восхвалили бабушку, которая при всём пожаре схватила кастрюлю с супом, который был приготовлен на обед, и вынесла его на улицу. И все сказали, вот такая хладнокровная бабушка, невзирая на пожар, она позаботится об обеде, пока не было, что бабушка в кастрюлю с супом кинула своё вязание и вынесла вместе с ним. В счёт паники, мне кажется, есть разные вещи. Есть паника, у которой есть более-менее реальная причина. Не знаю. Стихийные бедствия, какая-нибудь страшная весть, пожар, нападение преступников, что угодно. Это паника, это реакция, когда человек теряет полностью понимание и контрольное происходящее, движения его хаотичны и бессмысленны. Хочется просто бежать с криком «Караул!». И есть всем нам хорошо известные панические атаки, когда вроде бы внешне ничего не происходит, у человека вдруг возникает чувство, что я сейчас умру или сейчас сойду с ума, и человек хочет кричать «Спасите!», вызывать скорую, просить ближних о немедленной помощи и так далее, и так далее. Вот всё-таки суета и паника, но паника – это крайняя степень суеты. Да простите мне это сравнение, но когда вот это известное курица с отрубленной головой бежит по двору, это тоже такое, в общем-то, наверное, когда уже мозг не руководит, а тело всё ещё почему-то движется. Это, конечно, не чрезмерное сравнение, но я думаю, что в панике люди совершают очень много бессмысленных, особенно внешней стороны, бессмысленных действий, и, наверное, суета во время паники – это запредельная суета, если можно так выразиться. Да, ну, а вот если мы говорим о повторяющихся движениях, но ведь не может, наверное, не раздражать просто любого человека, когда сидит ребёнок, ест, и всё время ложкой по тарелке стучит, и вот, ну, наверное, вот у мамы это должно, или это всё-таки симптом, что у мамы что-то тоже неладно. Я думаю, что кто-то рядом бесконечно стучит, надо обладать терпением святого, или быть человеком очень сосредоточен, чтобы тебя не раздражало. Ну, это же вопрос. Мы ребёнка просим не стучать, или мы раздражительно на него рявкаем, или мы, не знаю, даём ему под затыльник, хватаем за ухо и тащим из-за стола. То есть, степень реакции опять говорит о нас очень много, потому что этот шум, да, может мешать, и этот шум может говорить о том, что как-то, что ребёнку надо объяснить, как стоит себя вести за столом. Это более-менее рациональная реакция, а есть реакция, как мы уже упоминали, гнева, злости, стремления наказать, подавить и так далее. Кстати, звонок? Да, у нас есть звонок, здравствуйте. Вы знаете, я как раз подготовила вопрос на эту тему, и вы начали про это говорить. У меня наверху живёт семья, и вот там ребёнку, которому 7 лет, я борюсь с ними уже несколько лет, потому что в течение 5 часов ребёнок может скакать, орать, закатывать истерики, не реагировать на замечания. И родители, они на это внимание не обращают. Это что, это у него какое-то отклонение, или это просто вот родители такие? Ну, тут можно гадать, поскольку я не знаю ни ребёнка, ни родителей, может быть отклонение, может... Извините, про родителей я вам могу сказать. Они реагируют, я бы сказала, даже с бешенством на замечания, когда я им просто пыталась объяснить, что дети должны на улицу выходить и гулять, и прыгать там. Дети не выходят на улицу. Но это специфика, потому что папа у них с востока. Я понял ваш звонок. Смотрите, но здесь я бы не сказал, что у вас есть какая-то патология, потому что когда у тебя над головой постоянно стук, шум и крик, неважно, это делает ребёнок, или это делают взрослые люди, это влияет на качество вашей жизни. Я думаю, что в таком состоянии любой человек, наверное, впал бы в раздражение, начал требовать, чтобы это всё прекратилось. Я не знаю, насколько в нашей стране это юридически контролируемо, можем ли мы просить о помощи. И я не знаю, это вопрос. Ребёнок такой, гиперактивный, или есть нынче прогрессивные семьи, которые считают, что ребёнка ни в чём ограничивать нельзя вообще, что любые его проявления заслуживают терпения, внимания и так далее. Даже вполне допускаю, что эти проявления заслуживают терпения и внимания в вашей собственной семье. Если у вас хватает терпения и педагогического задора, чтобы всё это терпеть, это ваше право. Но посторонние люди здесь ни при чём. Вот приведённый вами пример, когда ребёнок стучит ногой по спинке твоего кресла. То есть мы обычно обращаемся к родителям с просьбой призвать его к порядку. И бывают родители, которые умилённо улыбаются, говорят, он же ребёнок, что можно сделать? Ну, тут, очевидно, вопрос диалога с родителями или с какими-то людьми, которые отвечают за порядок на борту самолёта. Ну, здесь что я могу сказать? Это вы можете только выяснять каким-то юридическим путём, если не получается по-хорошему договориться, что в такой ситуации можно и нужно сделать. Я думаю, что это вот как раз тема для программы, которая только что вот была в эфире. Добро пожаловаться. Там вот эксперты по коммунальной службе могут объяснить ваши права. Здравствуйте. 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 У одного из руководителей российского правительства есть такая называемая привычка в кавычках в положении сидя там на стуле он постоянно двигает стопой туда-сюда. И журналисты некоторые назвали это суетливое симптом беспокойных ног. Вот это как можно понять относится ли к теме нашего женговора? Синдром беспокойных ног это чаще проявляется в положении лёжа. Это тоже обычно связано с некой тревогой и беспокойством. Это люди, которые не могут спокойно уснуть, что им всё время мучительно неудобно и надо перекладывать ноги с места на место, менять их положение, шевелить. Это очень мучительное состояние. Я знаю людей, которым было это очень тяжело. И да, наверное, это в родстве с тем, о чём мы сегодня говорим. Насчёт этого представителя российского правительства я не могу сказать такой диагноз, но я себе представляю, что человек, который является членом правительственно-ответственной должности, ему есть о чём тревожиться, есть о чём волноваться и, возможно, для него да, это движение ног тоже канал выплеска тревоги. Ну вот, мы всё время говорим о том, что где-то грань, когда наша реакция на такой вот канал выплеска тревоги свидетельствует о том, что у нас тоже есть аналогичные проблемы, потому что вот мы говорим о том, что если ребёнок издаёт громкие звуки, или прыгает, совершает монотонные действия, или взрослый человек, например, не просто двигает ногой, а, например, топает, и вот это звук, который постоянно слышен, то есть рядом сидит человек, который пытается сосредоточиться, может быть, или на лекции, например, там начинает студент притоптывать ногой из-за того, что он волнуется, не знаю, не успевает записать, а преподаватель это начинает сбивать с мысли, потому что он слышит вот какой-то посторонний звук в аудитории. это другое, это то, что напрямую мешает нам работать, то есть бесконечно повторяющийся звук, это то, что если задача преподавателя донести за студентов информацию, этот звук заглушает его и отвлекает его, ну, в данном случае преподаватель не должен быть психотерапевтом, он не должен спрашивать студента, что вас тревожит, он вправе просить его прекратить это делать, а с тем, что его заставят делать, пусть студент разбирается сам. Если резюмировать наш сегодняшний разговор, мы, если вы заметили, Олег, часто в конце концов вся прям какая-нибудь тревога, что это одна из таких базовых вещей, которые сводятся множество проблем, вот эти вот движения, кстати, о движениях, ведь на самом деле тики это тоже нечто связанное с высоким уровнем тревожности, тиковые движения, повторяющиеся, то есть вот то, что мы говорим о повторяющихся звуковых, мизофонии, покашливания, какие-нибудь такие звуки, которые тоже, то есть тики тоже навязчивые движения, связанные с тревогой. Наверное, подводя итоги, те из наших слушателей, которые в нашей передаче услышали что-то знакомое, те слушатели, которые знают за собой вот эту вот суетливость или привычку к повторным бессмысленным действиям, или же слушатели, которые узнали в себе тех, которых очень раздражает чужая суетливость, которая нам мешает жить, даже если напрямую вроде бы и не мешает. Я думаю, и тем, и другим стоит, как и всем нам, регулярно прислушиваться к себе. За повторяющим с тревожным действием есть какая-то эмоция, которую в себе можно расслышать. За сильные эмоции, которые вызывают кто-то другой, негативные эмоции в диапазоне от раздражения до ярости, скажем так, несоразмерность степени раздражителя, то есть испытывать ярость от того, что кто-то рядом суетится, это как-то чрезмерно. И это тоже повод прислушаться к себе. То есть на самом деле, если мы к себе прислушиваемся и находим в себе ту тревогу, ту сильную эмоцию, которая отвечает за наши реакции, наше поведение, осознать её уже важно. Осознать её уже важное открытие, находка в себе. Если пойти дальше, что мы обычно не делаем в терапии, задаться вопросом, а что под этой тревогой? Откуда она? Я же не родился на свет тревожным младенцем, склонным к паническим состояниям или к ярости. Да, вот дальше это каждому человеку предстоит самому решать, что делать с этой находкой. А цель нашей с Олегом передачи это дать какие-то наводящие вопросы, мысли, которые подскажут куда двигаться. Большое спасибо, Ариэль Резник-Мартов, программа Диагноз недели до следующего понедельника. Всего доброго. Радио Болткома Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.